Такое интересное. Почему-то у меня голос сел. Пойду-ка домой. Всем привет! Это Ника и Милена. И мы вам сегодня расскажем, как мы живем, вот эту серьезную ситуацию с коронавирусом, все, что происходит в мире. Мы остались в своих странах, то есть я сейчас в Будапеште, Милена в Штатах. Мы-то записали видео о том, какая ситуация происходила в стране с коронавирусом, но буквально на следующий день после того, как мы записали видео, все изменилось просто на 100%, университет закрыли, ля-ля-ля, много всего произошло, про что мы чуть попозже расскажем. Поэтому мы решили его не выкладывать, как бы смысла не было. Информация была уже неактуальна. Ну да, на той неделе, например, вот постоянно все менялось в течение одного дня. Я помню, а мы даже на лыжах не поехали кататься. То есть это была та неделя, когда все закрывали, все границы страны начали закрывать, а мы собирались ехать в Словению кататься, в Словакию кататься на лыжах. У нас вещи были собраны, мы уже собирались, чуки, не загружались в машины. Тут мы узнаем новости, что Словакия закрывает границы. Первый пункт, который мы вам расскажем, это где мы сейчас живем и как у нас в принципе дела. У нас все хорошо, как вы видите. Мы живы-здоровы, я сейчас в Будапеште. На квартире, конечно, везде карантин, никуда особо ходить нельзя. Работаю из дома, учусь из дома. Милен, где это ты сейчас? Я сейчас в Вермонте. Меня приютили мои хост-родители с программой обмена, в которой мы участвовали пару лет назад. Я запишу отдельное видео про то, что случилось с моим университетом и как там дела развернулись, потому что я училась во Флориде, и университет во Флориде закрыли, то есть я больше не могла жить на кампусе. Там много всего интересного произошло, и будет отдельное видео, я сегодня же запишу. Мне кажется, стоит посвятить отдельное видео именно вот той теме, что происходит с иностранными студентами, которые учатся в США. По крайней мере, так случилось в моем университете. Я знаю, что во многих университетах была такая же ситуация. Ну, пока это не твое видео, так что мы просто расскажем, как у нас жизнь, как мы учимся, потому что, насколько я знаю, сейчас в России не онлайн-образование, просто у всех сейчас типа каникулы, да? Ой, я без понятия, кстати. Ну, напишите в комментариях, кто хочет. Например, как у меня это проходит в университете. У нас некоторые занятия, где нужно, чтобы учитель именно рассказывал, как решать ту или иную задачу, у нас проходит онлайн-занятие. Это все происходит через Microsoft Teams. Очень удобно. То есть мы вот так, в принципе, работаем. По таким предметам, где в основном у нас устные темы, например, психология. В этом случае нам просто дают статью какую-то, прочитать, да, эту информацию, презентацию. То есть у меня есть теоретический предмет, то мы просто сами учимся, что мне тяжело на самом деле. А другому предмет... Да, ну потому что у меня нету занятий по расписанию. То есть он, каждую неделю у нас выкладывается вот новая статья, новый урок по психологии. Но я могу сеть, как бы в любой момент начать это читать, но я пока не села. И то есть как... То же там у нас урок статистика. Там, кстати, очень интересно. Учитель, он записывает занятия и приплетает какого-то... Что такое, игрушку? И типа эта игрушка в течение занятий задает какие-то вопросы ему. Ну то есть это очень смешно. У каждого, вот видите, у каждого учителя разные подходы к этому. У тебя как? У меня как. У нас все занятия проходят на платформе Amazon Chime. Для другой части классов мы используем Zoom. Zoom, конечно, в этом плане гораздо удобнее. Можно ставить тематический бэкграунд. Типа можно фотку сзади себя ставить. И там столько, столько как-то простора для полета фантазии. Половина народу там спит еще, особенно если это класс в 8 утра. Половина народу там ест. И главное, камеры не... Реально, камеры не обязательно включать. Я всегда включаю камеру, потому что... Я тоже вообще железа. Мне кажется, неприятно даже преподавателю... Я на одном, короче, занятии... Да-да-да, я на одном занятии была одна с включенной камерой, А мне потом препод в личку написал, типа, спасибо большое, что ты была одной единственной, которая включила камеру. Я помню, у нас был чувак, который готовил себе завтрак. То есть у него было такое кулинарное шоу. Он поставил компьютер с камерой, преподаватель рассказывал тему урока, да. А он себе готовил там, и там еще такой идеальный прям кадр был, и был, и виден его холодильник, плита, и как вот там, значит, себе готовят яишенку. Это еще раз говорила, что кто-то ходил шопиться. То есть видеть, что он идет в магазине, продукты кладет. Вот это неделя, когда все произошло, и когда нас начали выселять из кампуса, и вообще было непонятно, кто куда едет, и что происходит в мире, и все вообще, вся какая-то хайна. Но занятия все еще продолжали. Ну, в эту дату была там одна письменная работа. В четверг прям, когда я еще вообще не знала, я вещи начинала собирать, вообще было непонятно, что я делаю. Очень было сложное морально. Понятное дело, я не делаю эту домашнюю работу. Ну, я написала преподавателя, что так и так, такая ситуация. Они, конечно же, все понимают, преподаватели тоже нам сочувствуют. И мне преподаватель написала, да, конечно, вот новый дедлайн, ты можешь садминовать вот в эти даты. Я все садминала. Вот, и потом она мне пишет, потрясающая работа, ты очень классно все написала, ля-ля-ля, просто great job, бла-бла-бла. Но вот minor deduction, то есть я у тебя сниму баллов за то, что работа была отправлена после дедлайна, то есть позднее даты. И она мне сняла 5 баллов. Ни хрена себе! И она, главное, еще так написала, что это minor deduction из-за вот этой всей ситуации с коронавирусом. То есть, грубо говоря, ты вычитаешь, у меня 5 баллов из-за того, что мир у нас сейчас дружно отношений. Ну, все. Всем 5 баллов. В коронавирусе минус 5 баллов. Это ваше вино. Вы виноваты, что был добрый день. У нас, как делали, расскажу, как в Венгрии все это произошло. Очень классно. Как только началась эта ситуация бешеная с коронавирусом. Помню, это была либо... Это была среда вечера, у меня на следующий день должны были быть пары. У нас моментально пришло имейл, что завтрашних 2 дней на четверг и пятницу занятия отменяются. А следующая неделя будет каникул. То есть, у всего университета и у всех, как бы, людей была целая неделя подготовиться. То есть, кто-то уехал домой, кто-то остался. Было много проблем. Тоже университет решал, как именно вести вот эти все онлайн занятия, и как это все будет. И учителей было целая неделя подготовить свои, ну, курсы под эту онлайн платформу. То есть, сделали очень мудро и классно. У меня вообще какая-то самая ужасная ситуация из всех. Ну, ладно, я не знаю, но у меня есть друзья, у которых все похуже. Ну да, Милена, это реально, кстати. Я еще, знаешь, ориентируюсь, у меня еще не все так плохо. Могло бы быть и хуже. Там реально, вот я слушала Милену, ладно, там о ее ситуации, вы все семье вместе с ней переживали. Но она мне рассказывала про своего друга, что с ним случилось. Я просто, я сидела с открытым ртом. Думаю, ну вот реально. Ну, ладно, это вы потом послушаете. А следующий пункт, мы уже сбились с нашего плана, который я писала, сидела все утро. Ладно. Все утро, да. В плане четыре пункта по два слова. Скажешь, вообще-то пять. Так, общественный мир. Под этим пунктом я подразумевала, что мы расскажем, как именно... Как странно борются с коронавирусом, как угодно. Да, у нас, например, в магазин можно ходить только три часа в день. Причем пожилые люди от 65 ходят в магазин с 9 до 12, а уже все остальные с 12 до 3. На улицу, ну, можно ходить, опять же, в магазины, да, даже в бьюти-салоны какие-то. Ну, есть список мест, которые можно посещать и которые остались работать, но их не очень много. На улице можно появляться в компании не более трех человек. И также можно заниматься спортивными активностями разными. Вот, ну, в принципе, да, весь город пустой. Намного стало больше бомжей. Ну, не то, что их стало больше, просто их стало виднее. Очень... То есть на улицах остались одни, по сути, какие-то криминальные люди, которых я постоянно хожу стороной. И бомжи. Вот так вот. Кто следит за исполнением всех этих правил? Я слежу. Не, ну, серьезно, вот группа, три человека, максимально. Ну, это так, это чисто... Опять же, мы вот вчера бегали, там приезжала полицейская машина. Да. Ну, а как заниматься спортивными активностями? Дома занимайся, коврик себе купить для йоги. Ты купила уж, все равно на улицу ходила. А в парке мы однажды были, и там была, опять же, куча народу бегать, куча народа... Потому что сейчас тепло очень в Будапеште. 15 градусов все уходят на улицу, там йога, с детьми гулять и все такое. И, ну, ты ничего с ними не сделаешь, они все пооденятся. Ну, хоть куча народу все вместе, но, как бы, по сути-то, они отдельными кучками пришли. Поэтому никто особо никого не останавливает, штрафы никакие не дают. Но все равно сидите дома. Так, ну, халатно у вас, конечно, по всему этому объекту, это все очень халатно. Сейчас я вам расскажу, какая жопа, но чем-то заменить более литературно. Как все, тяжело и сложно в Америке. Во-первых, основная, мне кажется, причина, почему в Америке сейчас больше всего кейсов в мире, потому что очень много людей путешествует из штата в штат. То есть, когда, мне кажется, у нас даже в России, ты если живешь там в Воронеже, ты из Воронежа, ну, максимум, поедешь в Москву и обратно. Тут люди могут поехать на выходные в другой штат. Поэтому вирус распространяется очень быстро именно по всем штатам просто, потому что люди все туда-сюда постоянно мотаются, и никто не может закрыть штаты. То есть, даже сейчас штаты все равно не закрыты. Мне кажется, невозможно закрыть штат, только если там чрезвычайного положения погонять. По крайней мере, в нашем штате к этому делу коронавирус относится очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень серьезно. Первая причина, такая, наверное, самая большая причина, потому что Нью-Йорк рядом. А в Нью-Йорке, если вы слышали новость, это самый такой большой эпицентр коронавируса в США. Большинство случаев и смертей именно в Нью-Йорке. Но, как бы, по сути, да, но везде сейчас это происходит во всем мире. Но тут новости очень сильно нагнетают обстановку, чтобы люди оставались дома. То есть новости, когда ты включаешь, складывается впечатление, что это чума, что мы все умрем, что если ты заразился коронавирусом, то есть 100% ты просто померешь на следующий день, складывается такое впечатление. Понятное дело, что они такое прямом тексте не говорят, но мне кажется, опять же, это мое мнение, их задача напугать людей, чтобы все оставались дома. И это работает 100%. Никто не выходит на улицы. Моя родители, семья, с которой я живу, если нам присылают посылки, допустим, мы оставляем их на три дня на улице, чтобы вирус из них ушел. Чтобы вирус из них ушел. Там, если ты на улицу вышел где-то среди людей в магазин, в магазине кто из нас не ходит? То есть у нас хост папа, мой хост папа работает в магазине, он каждый раз приходит полностью, сменяет одежду, перчатки, маску, все это снимает, даже не входя в дом. Потом дом входит, сразу идет купаться, то есть просто максимальные меры все. Все ужасно напуганы, у всех постоянный вот этот стресс о том, что произойдет, а вдруг мы заразимся. Сложно сказать, оправданно это или нет, потому что, допустим, у Ники, мы смотрим, люди спокойно гуляют, ходят, всем хорошо, как бы. Ситуация такая же, да, но люди просто как-то ментально к этому менее серьезно относятся. Тут же получается, что новости вот так все нагнетают обстановку, ни одной позитивной ноты нет в новостях, понимаешь? То есть про то, что сколько случаев людей, которые смогли преодолеть этот вирус, сколько все-таки вышло из этих больниц, ни слова про это. Только вот конкретные примеры приводят, вот этот человек сегодня умер, и там его историю слезную рассказывают, вот этот человек сегодня умер, там его слезную историю рассказывают. То есть очень сильно давят на психику людей, чтобы они оставались дома. И так прикольно еще, я заметила в новостях, сначала вот это все нагнетает, 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 а потом такие. Но! Есть способ спастись. Вот в штате Вашингтон 20% декрис, 20% понижение случаев, потому что там все остаются дома. Равно оставайтесь дома. Люди именно психологически переживают по поводу этого, потому что это не только, знаете, именно болезнь, это еще огромный экономический упадок. То есть в стране 10 миллионов человек подали на unemployment, на безработицу. У нас тут по-другому все немного, потому что тут очень похожий менталитет с российским. Во-первых, не так много людей смотрят новости, а те смотрят, 50% которые смотрят, они просто не верят. Знаете, как у нас? Да ну это все фейковые номер, цифры, нас просто там типа запугивают, нам не говорят правду. Или, ну, и тут новости не так часто, знаешь, смотрят. Ну как-то не знаю, может быть это опять же, это как относятся к этому вирусу вот в моем окружении. То есть мы тут живем в достаточно богатом, так сказать, районе. То есть я вижу сейчас кучу народу вот на улице, вот я на балконе сижу, и вижу вот люди туда-сюда ходят. Но опять же, мы не знаем, вот когда я в городе именно, сейчас мы за городом, но когда я в городе у себя, в квартире остаюсь, на улицах пусто, то есть никого нет. Опять же, у меня сейчас в окружении пожилых людей нет. Может быть, здесь пожилые люди тоже очень сильно переживают. Ну вот знаешь, что тоже должна быть грань между подходить к этому ответственно и действительно оставаться дома, соблюдать меры предосторожности, но в то же время как бы морально быть спокойным. Тут же получается, что... Ну, не знаю, то есть... И, конечно, согласно с результатом, в результате люди все остаются дома. Но какой ценой к этому приходит, что у всех депрессии, что все очень переживают, что у всех постоянно вот это anxiety из-за всего этого дела. Мне кажется, в России люди к серьезному этому относятся, но все более-менее расслаблены. Вот, по крайней мере, наше с семье, я с ними разговаривала. Конечно, все это страшно непонятно, но люди так не паникуют. Опять же, сейчас в России нет такого большого количества случаев заражения. Все цифры, они из Москвы. Но хочу сказать, что все равно постарайтесь не навещать, по крайней мере, своих пожилых родственников. Хотя там даже если в вашем городе ни одного заражения там не было, но мы вдруг там позавчера общались с другом, который только что вернулся из Италии. Ну, так, опять же. А так все хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Почему-то у меня голос сел. А если вам какие-то определенные видео на эту тему будут интересны, то же напишите в комментариях. Закончил снимать. Когда? Сейчас прям закончил. Напиши 30 минут. У меня, наверное, закончил снимать. Субтитры сделал DimaTorzok